Громкое дело, драки на Старом Базаре подходит к концу. Сегодня в суде Центрального района Барнаула прошли очередные прения. С одной стороны обвиняемый Михаил Старцев, с другой вдова погибшего в этой потасовке Павла Рохлова. В рамках заседания сторона защиты Старцева выступила со своим видением рокового июльского вечера. Адвокаты настаивают, потасовка началась из-за лопатина, мужчины сбитой, которого в первое время СМИ назвали инвалидом. Адвокаты подчеркнули, мужчина ввел себя агрессивно и сломал Старцеву нос. Все это привело к драке, в результате которой Павел Рохлов погиб после удара Михаила Старцева. Далее слово взял сам обвиняемый. Он сказал, что его компания пыталась выбить ту самую биту из рук лопатина. Когда лопатина повалили на землю, в потасовку вмешались прохожие. Среди них был и Павел Рохлов. По словам адвоката Старцева, лопатин ударил девушку из компании его подзащитного, на что Михаил сразу отреагировал ответным ударом. Еще один интересный момент. Часто от стороны защиты Старцева звучала фраза. А как бы вы поступили, когда видите, что девушку ударяет мужчина, а на принятии решения доли секунды? Свою вину Старцев не признает. Цитата. Я не совершал преступления. Все мои действия были в целях защиты. Прошу вынести справедливое решение. Вы сами видели, что произошло. И по версии следствия, можно было Рохлову защищать свою бывшую супругу. Он мог ударить ворогушину. А Старцев не мог защищать. Себя и девушек. Мы просим его оправдать по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку отсутствует состав преступления. Вдова погибшего Светлана Рохлова на протяжении всего заседания сидела со слезами на глазах. Часто отрицала то, что говорят представители Старцева. И даже затыкала пальцами уши. Слышать все это ей явно было неприятно. В роли выступающей Светлану мы не увидели. От комментариев она отказалась, сказав, что неважно себя чувствует. Кстати, сторона защиты Михаила Старцева начала свое выступление со слов соболезнования семье Светланы Рохловой. Сам же Старцев и вдова никак не взаимодействуют. Не было ни извинений, никакого общения. Следующее заседание состоится 15 марта. Там стороны смогут высказать все замечания по прению. А вот 21 марта ожидается окончательное заседание с последним словом Михаила Старцева. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.